Диана Станкевич Под колесами девушка сбила мальчика на велосипеде. Что с пострадавшим? Родительский дебют в Бобруйске назвали лучшего папу. Очень много времени проводят со своими детьми. Только раз в году город готовится отпраздновать день рождения. В этот день хочется подарить ему все самое лучшее. Какая программа? А также новые лица в правительстве, молочные реки и летняя баллада. Синоптики предупреждают о наступающей жаре. Когда ждать температурных рекордов? В Беларуси выздоровели 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрировано 60 382 случая заболевания. Специалисты провели свыше 919 тысяч тестов. Минздрав исключил еще 14 государств из перечни стран с опасной эпидситуацией. В списке значатся Египет, Турция, Израиль, США, Арабские Эмираты. Людей, которых прибывают из этих государств, теперь не будут отправлять на самоизоляцию. Пандемия изменила и правила организации ЦТ. Первые испытания стартовали сегодня. Участники проверяли знания по белорусскому языку. В аудиториях заверили организаторы, пристально следят за соблюдением мер профилактики инфекции. С учетом определенного режима не более 50 человек в аудитории должно быть. И вы могли убедиться, что и меньше было, но не больше. То есть, поэтому мы принцип дистанцирования обязательно соблюли. В Гродненском госуниверситете создали цифровую приемную комиссию. После испытания абитуриенты смогут подать документы и узнать о зачислении в режиме онлайн. В Осиповичах Бобруйчанка сбила ребенка. Девушка двигалась по Октябрьской и, судя по всему, отвлеклась и наехала на 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы. Его отвезли в больницу. Дорожные инспекторы напоминают, за детьми нужен глаз да глаз. Тем более, во время каникул. До 14 лет и вовсе запрещено кататься по проезжей части без сопровождения взрослых. Не разъехались. На перекрестке в районе второй стоматологической поликлиники столкнулись две легковушки. Киа и Ауди двигались по Арджи Никитзе. Вторая иномарка поворачивала на Ульяновскую. Первая ехала прямо. Со слов участников ДТП, водителю Киа при маневре показалось, что у встречной машины работает правый поворотник. Произошло столкновение. Больше повреждений получила Ауди. Пострадали сразу два крыла, капот, бампер, решетка, фары. У Киа смято правое переднее крыло. Стойка и тоже разбиты фары. Люди серьезно не пострадали. В результате ДТП автоопрещены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. На место происшествия вызвали эвакуатор. Водители, как сообщается, разъехались лишь спустя два с половиной часа. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Новые кадры, соглашения о детях и 5G по-белорусски. В стране рассматривают три модели внедрения высокоскоростной сети. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые решения. Черезвычайным и полномоченным послом в Швейцарии назначен Александр Ганевич. Представлять интересы страны Венесуэли будет Андрей Молчан. На должность генконсула в латвийском Довкопилсе согласован Илья Лапудь. Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым замминистра экономики. Его должность заняла экс-председатель комитета экономики Витебского облсполкома Анжелика Никитина. Заключить соглашение о детях с 1 июля смогут родители, которые не состояли в браке или уже в разводе. В нем можно прописать порядок общения и участие в воспитании, установить размер алиментов, определить, с кем будут жить чадо. Когда, как и с кем ребенок может выехать за границу, пока же супруги могут подписать такой документ лишь при расторжении брака. В Беларуси рассматривают три модели внедрения сети 5G. Будет применена инфраструктурная, конкурентная, либо модель совместного использования. Рассматриваются сценарии взаимодействия с разными операторами. Дата запуска пока не называется. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Синеокой. Лесные массивы закрыты в 15 регионах Минской области, Шестикродненской и Трехгомельской. Могилевщина в зеленом цвете. Ограничения временные, их снимут, когда снизится пожароопасность. С начала года в лесах произошло 801 возгорание. В Национальном историческом музее откроется экспозиция страницы истории ДСА. Проект расскажет об этапах создания добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Его работе от времени основания до современности. Молочные реки. С начала года УДОИ в Бобруйском районе выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. В филиале Воротынь с каждой коровы удалось получить почти 2770 килограмм. Объемы увеличились практически на четверть. Разбуренки предприятия красного пищевика дали без малого по 3000 килограмм. Плюс 300 с каждой. В целом регион стал продавать на 18% больше продукции. Праздник к нам приходит. Как Бобруйск отметят день рождения. Мария Бушкевич уточнила подробности. В парке культуры и отдыха установят праздничные скидки. Льготная цена будет действовать ровно 63 минуты 30 секунд по очереди на каждом аттракционе. Карусели удачи будут меняться. Их обозначат шарами и вывесками. Марафон продлится с 11 утра до 9 вечера. На главной сцене возле кинотеатра «Мир» покажут концерт. Будет традиционное катание на лошадях. Можно будет полазать в веревочном городке. Пострелять с пинтбольного оружия. Тихо отдохнуть на озерном участке. Экстремально покататься на квадроциклах. Во Дворце искусств запустят виртуальную вокальную площадку «Этот город самый лучший город на земле». Танцевальный коллектив «Юность», хор «Балаханова» и «Камерный». Театр «Слуги Трехмус» уверят организаторы, подарят зрителям прекрасное настроение. Прямую трансляцию можно будет увидеть во всех соцсетях, а также на официальном сайте. Нет бобручанина, который бы не любил свой город. И в этот день хочется подарить ему все самое лучшее, что у нас есть. Поэтому на сцене Дворца искусств будут выступать наши лучшие коллективы, самые именитые, будут петь самые душевные песни о любимом городе. Не остался в стороне и театр драмы и комедии. Зрители смогут насладиться онлайн-просмотром одного из любимых спектаклей. Наш театр ко дню города подготовил онлайн-показ спектакля «На перепутье двух дорог» по пьесе Натальи Голубевой в постановке Сергея Корбовского. Это спектакль о том, как в преддверии войны с Наполеоном Александр I издал свой высочайший указ о строительстве в 1810 году Бобруйской крепости. Постановка длится 1 час 30 минут и будет транслироваться на ютуб-канале театра и в соцсетях. Напомним, день города пройдет 29 июня, Бобруйску исполнится 633. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Папа может. В Бобруйске назвали имя лучшего родителя. Спасатели подвели итоги конкурса «Отец молодец» в рамках акции «Каникулы без дыма и огня». Участники пели, танцевали, готовили кулинарные шедевры и проводили эксперименты. Гран-при получил Юрий Светлаков с дочерьми Дарьей и Вероникой. Трио поразило жюри опытами с мыльными пузырями и хореографической постановкой. На почту сотрудников МЧС прислали десятки подобных роликов. Авторы лучших получили подарки из сувенира от спонсоров. Соревнования приурочили к Международному дню отца. Очень много времени проводят со своими детьми и оказывают большую часть влияния в обучении, в том числе и правилам безопасности. Вот мы и хотели этим самым показать, что отцы, на них тоже все держится. Это было знойным летом. В городе на Березине установилась по-настоящему теплая погода. Днем воздух прогрелся до плюс 28. Дождей, по заверениям синоптиков, не предвидится. Надолго ли тренд, расскажем прямо сейчас. Синоптики предупреждают, на Беларусь надвигается жара. В конце недели воздух в стране раскалится до 32 выше нуля. Последствия знойной погоды уже ощутимы. Активно испаряется влага, мелеют русла. Уровень воды опустился на виле у деревни Стешицы. Высыхает река Осетр. В Витебске ухудшились условия для судоходства. Лишь на западном Буге, Припяти и Березине вода прибывает до 13 сантиметров в сутки. На Турцию обрушился сильный дождь. В Стамбуле осадки вызвали наводнения. Улицы густонаселенного города ушли под воду. Общественный транспорт работает с перебоями. Град стал последней каплей. В результате буйства стихии погиб человек. Еще несколько госпитализированы. На местном озере жители зафиксировали смерч. Вихрь снес крышу в одном из домов. Из-за потопа власти Сербии и Боснии объявили режим ЧАЭС. В странах реки вышли из берегов. Повредили мосты, дороги, линии электропередач. На западе Украины тоже продолжают бороться с паводками. Затоплено 285 населенных пунктов. К ликвидации привлекли свыше полутора тысяч человек и без малого пять сотен единиц техники. В пятницу в Бобруйске южный ветер сменит северо-восточный. Утром будет ясно. После полудня соберутся тучи. Город остудит небольшой дождь. Прогремят грозы. Ближе к вечеру снова распогодится. Днем потеплеет до плюс 28. Ночью до 18 тепла. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Сразу после нас в людях. Валентин Елизарев впервые про закулисье громких премьер, большой ремонт и бюджет постановок. Не пропустите.